Всем привет! Меня зовут Палома Лолу Ламбада и сегодня я снимаю урок для Сони Вегаса номер 2. В сегодняшнем уроке мне бы хотелось рассказать про то, как я замедляю или ускоряю видеодорожку или приближаю или удаляю камеру на объект или от объекта. Свой тренировочный видеоматериал я подготовила из игрушки Black Desert. Помогать сегодня осваивать Сони Вегас нам будет лучница Бренна. Посмотрите, какая симпатичная. Я снимаю персонажа с различных ракурсов для того, чтобы потом, пересматривая видеоматериал в Сони Вегасе, выбрать лучшие моменты и попытаться смонтировать из этого дергающегося дилетантского видео из-за кустов в какой-то более динамичный, более гармонично смотрящийся видеоклип. Открываю видеоматериал для того, чтобы подготовить его к дальнейшему редактированию. Для этого заходим в окошко «Спецэффекты видео события» и там убираем черные полоски по бокам. Быть может, на исходном варианте этого не видно, но я замечаю, что по бокам все равно остались какие-то полоски от экрана, совершенно мне не нужны. Чтобы их убрать, я вручную меняю размер изображения. Как оказывается, непросто говорить на камеру, но я все-таки попытаюсь дообъяснять все-таки этот урок. Сейчас я осветлю изображение через лап-коррекцию, сделаю ее светлее. Вот как сразу вы можете посмотреть, изменилась лучница, стало поярче. И также повысим резкость методом повышения резкости «Легко». Перетащим мышкой глаз на видеоизображение. Она станет чуть-чуть более резким. Нажав на такую вот пиктограмму, мы сможем зайти в окошко «Спецэффекты видео события» и посмотреть добавленные спецэффекты резкости и осветления. Также в этом окошке можно добавить какие-нибудь другие спецэффекты, которые мы можем выбрать вручную. Об этом, если это будет кому-то интересно, мы поговорим в своих следующих уроках. Я отсняла достаточно большой видеоматериал. Персонаж стоит в шумном городе Хидели. Там люди качают коней, ездят в телегах, качают силу, поэтому немножко подлагивает. И из этого огромного куска мне хочется вырезать маленький кусочек для того, чтобы потом демонстрировать его в этом уроке. Сейчас дорожка видео и аудио сгруппированы между собой. Их нужно разгруппировать. Как разгруппировать помним, об этом я говорила в своем первом уроке. Необходимо нажать клавишу «Ю», предварительно выделив одну из дорожек. И они окажутся самостоятельными, разгруппированными. Вырезаю кусочек из мувика. И сейчас мы будем совершать наезд камерой на персонажа. Для этого заходим через квадратик в спецэффекты видеособытия. И здесь, в строке расположения, кликаем мышкой в самый конец. Появился бегунок. Видите? Строка расположения. Бегунок в самом конце. При активизированном бегунке начинаем увеличивать масштаб изображения. Я думаю, что вы понимаете, что я тяну мышкой за край квадрата, и квадрат становится меньше, а масштаб изображения, само собой, больше. Как бы этот квадрат и есть ваш экран. И где он расположен, ту часть вы видите на своем экране в Сони Вегасе. Вот сейчас квадрат на лице эльфийки, и на нашем экране мы видим лицо эльфийки. Конечно же, когда вы начинаете сужать квадратик, вы видите, что по бокам появляются черные полоски. Это получается из-за несоответствия размера изображения с размером нашего экрана по свойствам проекта. Избавиться от этих черных полосок достаточно просто. Нужно вручную изменить ширину и высоту нашего изображения. Я думаю, что у вас все получится. И сейчас мы проверим, что же у нас в итоге получилось, какой эффект. Вы видите, что лицо эльфийки начинает постепенно увеличиваться на экране. Она приближается и приближается к нам. Мы можем конечным изображением задать не только глаза эльфийки, но что-то другое, что-то более интересное, что-то более провокационное. Давайте посмотрим, что сейчас получилось. И вот камера совершает медленный наезд. Но куда же она наедет в этот раз? Камера медленно движется. Ну да, кусок все-таки получился достаточно большой, хотя тут вроде бы он кажется не таким огромным, но там секунд на 42, наверное. Ну и вот, в итоге мы видим не лицо эльфийки, а ее грудь. Таким образом мы сможем приблизить или совершить наезд камерой на что угодно. На камень, на питомца, на небо, на облако, на цветок, на часть какой-то постройки, на все что угодно, на что готова ваша фантазия. А сейчас я расскажу, как замедлить и как ускорить видео. В видеоматериале я нашла у лучницы какой-то потрясающий грациозный прыжок, но она прыгает его слишком быстро, и мне бы хотелось посмотреть на него в замедленной съемке, как на каких-нибудь спортивных соревнованиях. Для этого я вырезаю тот самый кусочек, который мне хочется замедлить. Да, вот именно этот кусочек. И с зажатым контролом левой клавишей мыши навожу на край этого отрезка и растягиваю его, делая отрезок больше. Таким образом получается замедленная съемка. Посмотрим в повторе. Прыг! Обратите внимание, что если вы собрались ускорять или замедлять кусочек видео, то курсор при нажатом контроле превратится в такую волнистую линию. Это значит, что вы все делаете правильно. Порядок ускорения видео точно такой же, как порядок замедления. Только в этом случае левой клавишей мыши с зажатым контролом мы не растягиваем наш кусок, а наоборот сужаем его. И давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, как быстро она бегает. Друзья мои, а сейчас мне хотелось бы поделиться с вами самой утомительной частью редактирования видеоизображений. Ну, одной из них. Однако результаты она приносит просто фантастические. И поэтому я с удовольствием с вами ею делюсь. Из своего мувика я выбираю тот самый кусок, с которым бы мне хотелось наиболее тесным поработать. Мне понравилось, как Бриена стоит среди травы на камне, хихикает, улыбается. Я несколько повторов совершу. Да, вот, по-моему, очень мило получается. И улыбка у нее шикарная. Нарежем этот кусочек на несколько частей. И поработаем с каждой из частей, чтобы изображение приобрело какую-то динамику. Я изменяю размер изображения так, как мне хочется, чтобы выглядел конечный мувик. Как вы видите, здесь черные полоски небольшие образовались. Мы их убираем вручную, изменяя ширину и высоту проекта. Там буквально пару кликов нужно, чтобы достичь идеала. Да, здесь пускай им будет лицо эльфийки видно. Тут мы в кадр возьмем какие-то злаковые культуры или лицо. Или грудь. Ну да, пусть будет грудь. А не то там некоторые будут говорить, тема сисек не раскрыта. Вот, пожалуйста, раскрыта. Здесь мы... Так, на что? Ну, глаза, да, зеркало души пускай будут. Тем более, по-моему, персонаж у меня симпатичный получился. Посмотрим конечный результат. Здесь более четко видна ее улыбка. Более крупным планом показано все самое интересное. И изображение получается более динамичным. При желании мы можем изменить фрагмент нашего видео и задать, чтобы зритель на экране видел что-нибудь совершенно другое. То, что отвечает нашей фантазии. Допустим, траву на фоне города. Посмотрим еще раз. И тогда вся работа может состоять из таких вот мелко нарезанных кусочков. И будет смотреться в Сони Вегасе одной сплошной серой полосой. Но это, поверьте, того стоит. Это только украшает ваш мувик. Сейчас я вам покажу еще один эффект. Мы растягиваем край изображения. И на одну секунду перекрываем один кусочек другим. Я думаю, что этот эффект мы рассмотрим более подробно в других уроках. Но это как бы такой видеоанонс. И тогда изображение будет как бы перетекать картинка в картинку. И эффект получится не резкого перехода, а такого вот плавного перехода. Я повторюсь, что у меня немножко подлагивает. Поэтому еще и Сони Вегас запущен, и Блэк Дезерт запущен. На компьютере много процессов. Поэтому как бы есть небольшая потеря FPS. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что мой видеоурок кому-то хоть немножко помог разобраться с Сони Вегасом. Если это так, поставьте палец вверх. Мне будет приятно узнать, что этот видеоурок кому-то помог. Спасибо. 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 Спасибо.